И я хочу предоставить вашему вниманию доклад, посвященный гидроакустике, в частности, совершенно новому изобретению, которое было впервые открыто на нашей карте, это параллитрические гидроакустические антенны и их применение в подводных археологических изысканиях. В настоящее время человечество все более масштабно исследует подводные территории, развитие подводных сооружений, опор мостов, нефтедобывающих и газодобывающих станций, нефти и газопроводов, развитие речного и морского вида транспорта. Все это влечет за собой развитие гидроакустических средств и аппаратов, предназначенных для исследования и обслуживания всего, что я перечислила. В советское время было очень модно, популярно и сейчас заниматься космосом, однако ситуация на данный момент складывается таким образом, что о морской среде, о том, что творится в глубинах мирового океана, мы знаем не более, чем тайну космоса. В связи с этим, примерно в то же время, в 80-е и 70-е годы, организовалась группа ученых, которые решили активно исследовать моря и океаны. Были разные направления гидрофизика, гидрохимики работали над этим и в том числе гидроакустику. В это время сформировался термин гидрокосмос, который включал в себя всю акваторию нашей Земли. На данном слайде представлены основные задачи, с которыми сталкивается инженер-гидроакустик в своей повседневной работе. Среди них распространение акустических влог в морской среде. Это применение может быть как в военных целях, так и исследование, изучение природы звука морю ради развития самой ромки. Морская сейсморазведка, гидролокация, это в основном военного направления. Морская биоакустика и рыбное хозяйство и кораблестранение. Как происходит распространение акустических влог в море? Распространение сигнала в море зависит от трех основных параметров среды. Это соленость воды, это ее температура и глубина. Предположим, что мы имеем с вами источник излучения, направленная антенна, изображена жутком. Она излучает вот в этом направлении. Источник заглублен у нас на 100 метров от поверхности воды. Предположим, что мы имеем теплый триповерхностный слой, 70 метров от поверхности воды, вот это, и холодное течение, нужно его называть такое, которое там располагается, допустим, на глубине 130 метров. Таким образом, у нас получается вот такая прослоечка, которая по параметрам следы отличается от этой следы и от этой следы. Источник звука излучает сигнал заданной частоты, допустим, это будет у нас 100 метров. И акустический сигнал, отражаясь от границы раздела этих след, воображаемых, распространяется вдоль оси направления. Вот этот слой называется подводно-звуковой канал. Эти явления реально встречаются в морской среде, встречаются довольно часто. И чем они хороши, они позволяют передавать сигналы на довольно большое расстояние. Если бы не было распределения параметров следы, не было вот этих без слоев. Ситуация в море такая, что сигнал начал бы излучаться вот так. До поверхности, отражаясь от границы раздела водоподку, возвращаясь к огну. Таким образом, чтобы преодолеть какое-то расстояние, пускай километр, ему бы понадобилось очень много энергии. За счет того, что он не вводит туда-сюда, а колебность и здесь, энергии нужно мало. И это позволяет распространяться сигналы на большие расстояния. Я предположила, что это сигнал с частотой 100 килогерти. Допустим, мы излучаем сигнал 80 килогерти. Это вторая миллиона. Частота колебаний меньше. Если вы обратите внимание, за один промежуток, ну, какой-то кусок дистанции, акустические колебания более высокой частоты должны сделать больше колебаний. Акустические колебания меньшей частоты делают меньше колебаний. Что это дает? При высокочастотном колебании акустический сигнал в этом подводном звуковом канале тратит больше энергии, чем низкочастотный сигнал. И в то время, когда высокочастотный сигнал, грубо говоря, устал, энергия его иссякла, он просто затух. Тот же сигнал с той же мощностью, но низкочастотной, может пройти дальше. Допустим, мы имеем судно, на котором расположены микроаркустические антенны, мы должны обнаружить объект, находящийся под водой. Мы имеем высокочастотную антенну, но она прикреплена в корпусе света, и с помощью нее сканируем море, и если у нас находится объект, мы его можем обнаружить. Другой вариант. Мы имеем высокочастотную антенну. Источник, искомый предмет у нас находится на той же предмет, но обратите внимание, здесь я показала условно. Но смысл выключается в следующем. Высокочастотные колебания, они более детально исследуют среду, и они не могут пропустить вот этот объект. В случае низкочастотных колебаний, колебания проходят ниже, но они не так детально исследуют среду, и есть вероятность того, что объект, искомый, останется незамеченным. Другая ситуация. Мы имеем также те же антенны на двух суднах, высокочастотную и низкочастотную, и большой объект, который заглядывал ниже. Высокочастотная антенна. Она добросовестна, на своих максимальных возможностях исследовала детально следу, но просто ей не хватило мощности, ее ампистические сигналы затупли, и она не нашла этот антенн. Низкочастотные колебания. Низкочастотная антенна, ну, в общем, ее возможности позволили обнаружить крупный объект на заданном кабинете. Таким образом, становится очевидно, что хорошо бы было использовать такую антенну, которая могла бы работать и на высоких, и на низких частотах. Это реализуется с помощью конструктивных приемов. Я не буду рассказывать, каких, но делается это так, что антенна может обновременно работать и на низких частотах, и на высоких. То есть, это дает возможность детально исследовать ближнее поле и довольно далеко исследовать низких частотах в дальнем пространстве следу. Но низкочастотные колебания и низкочастотные антенны, они имеют большое преимущество, то, что они способны проникать, распространяться небольшие расстояния и проникать в друг друга. Но у них есть один серьезный недостаток. Сложность реализации и очень большие габариты. Полтонны для низкочастотной антенны – это не у кого какая антенна, это абсолютно нормальный размерчик. Такую антенну поставить на судно, ну, не каждое судно просто такого антенны подтягивает. Поэтому, интересным решением в развитии низкочастотных антенн является создание параметрических антенн. Параметрические антенны – это антенны, основанные на нелинейных свойствах следы. Это явление было открыто почти 50 лет назад в Тагарбоге на нашей кафедре и заключается оно в следующем. Допустим, мы имеем с вами две антенны. Одна антенна у нас работает на частоте 100 кГц, другая – 105 кГц. Они излучают сигнал. В среде у нас возникают колебания, колебания среды волн, колебания на частоте 100 кГц кг, колебания на частоте 105 кГц в данную антенну. Суммарное колебание, потому что волны взаимодействуют друг с другом, накладываются, получается 100 плюс 105 – 205 кГц. Но самое интересное, что образуется разностная частота. 105 кг – 100, 5 кГц. Реализовать в одном конкурсе антенну низкочастотную, работающую на 5 кГц, мягко говоря, очень сложно. В таких условиях мы можем создать антенну, которая будет по габаритам. Пускай это две антенны будут не более 10 кг в месяц. А возможности расширяются голосами. Немного о низкочастотных колебаниях. Параметрические антенны уже испытаны нами. И уже доказано, что низкочастотные колебания могут распространяться на расстоянии к воде до 3000 км за 2 секунды. Но вы можете представить, какую ценность это имеет в стратегическом плане. Но об этом я рассказывать не буду. Я расскажу вам о нашем трактовании тайны перерывского треугольника. Всем известно, что перерывский треугольник известен тем, что туда время принято из-за того, что судно пролетают корабля. Когда там летают на самолеты. И оттуда этот треугольник возвращается. И все равно возвращается без экипажа. Существуют разные теории. С чем это может быть связано. Говорят, что там есть идеальные формы египетской пирамиды, построенные на дне. Говорят, что там есть какой-то волшебный квартал, перемещающий с нашего времени на другое пространство. А кустики это трактуют иначе. В Гармодском треугольнике на дне моря расположены несколько подводных гор. Эти горы когда-то были активными вулканами. Ну, сейчас они не активны. Но в случае, в тех ситуациях, когда происходят какие-то минимальные движения земной коры, которые практически не фиксируются нами, в среде между этими подводными горами начинается переотражение механических вулк в воде. Они выходят в воздушную свету на такой частоте, которая составляет 7-10 Герц. А это частота колебания головного мозга. Человек сходит с ума, прыгает в воду. И отсюда мы встречаем в каком-коробе-призраке и прочем. Ну, на данном слайде представлен параметрические антенны, которые разрабатываются в нашей кафедре студенческим конструкторским бюро пластика. Это эскизи антенн и экспериментальные образцы реальной антенны, которые участвуют в эскизе. Это варианты исполнения параметрических профилографов. Антенн предназначены для профилирования структуры дна, для поиска полезных ископаемых или затонувших объектов, погруженных в структуру дна, бын, песок и прочее. Как я уже сказала, параметрические антенны вообще информационные могут применяться практически во всех сферах в жизни человека. Это оборонная промышленность, экологические, коррестованные мониторинги, инженерные работы и прочее. Но я вам сейчас расскажу о применении параметрических антенн подводных археологических изысканий. Наши антенны послужили источником, ну, толчком для того, чтобы сотрудникам нашей кафедры гидроакустики пригласили поучаствовать в первой экспедиции на нашем ряду. Это экспедиция по поиску клада Наполеона. Экспедиция эта, правда, проводилась 37 лет назад. На тот момент мы обладали параметрическими профилографами, которые могли сканировать дно на глубину до 18 метров. Сейчас мы обладаем антенны, которые профилируют дно до 30 метров. Но, тем не менее, на тот момент таких антенн не было ни у кого. Поэтому нас пригласили. В чем обращалась сложность общая этой экспедиция? Местность, в котором, предположительно, Наполеон спрятал свой вклад, болотистая. Семьевское озеро само по себе не очень глубокое, ну, до 30 метров самых глубоких местах. Но оно настолько иристое, что наши антенны, сканируя на 18 метров, конца края и мы увидели. То есть это озеро, плавно переходящее в полотно. Экспедиция была сложная. Сложно было туда доставить аппаратуру. На самом деле мы со своими антеннами еще добрались только более-менее хорошо. Мы нашли это. Работа проводилась в три этапа. Две зимние и одна летняя экспедиция. В результате были найдены три объекта крупных. Один крупный объект 4 на 3 метра и два скопления более мелких объектов. По составленному списку того, что Наполеон предположительно вывез из Москвы, это была карета императора, которая была битком набита сокровищами, золотом, середом, церковной утварью. Да, это был литой золотой крест Кремлевской церкви, ну и прочие новоценности. Ну и естественно, самый большой объект, который был обнаружен, его крестили каретой Наполеона. Интересно, что в области вокруг этих объектов было аномальное состояние воды, и там содержалось большое количество ионов серебра. Серебряная карета, позолоченная, все как надо. Залегали все эти драгоценности предположительно на глубине 10 метров. Достать их было очень сложно. Работали аквалангисты вручную, развести 10 метров пила, но в любой видимости, это было сверхчеловеческие возможности, тем не менее, самый большой объект был зацеплен и ценой двух утопленных тракторов в болоте его все-таки достали, и, к великому сожалению, это был обычный волк. В результате эта экспедиция не дала никаких ходов. Она была остановлена, остальные объекты не были вытащены, но экспедиция длилась 3 года. За это время параметрическая гидроакустика десятимильными шагами шагнула вперед. На нашей карте будет построен гидроакустический бассейн для исследования параметрических контент, и создано более 10 новых образцов гидроакустических антенн. Следующая экспедиция, в которой приняли участие сотрудники нашей кафедры, это экспедиция по поиску зимовья Вильяма Баренса на новой земле. Эта экспедиция, наверное, самая памятная, в главном уровне потому, что на то, что успешно зимовье было найдено и были извлечены остатки корабля. Но, если кто не знает, то я немного расскажу об истории вообще с зимовьми этой компетентской. В 1596 году, кажется, в августе, голландец Вильям Баренс собрал команду и отправился уже в третий раз на поиски нынешнего Северного морского пути в Китай и Индию. Но случилось так, что год оказался нормально холодным, Вильям сковали море раньше, чем рассчитывал на это капитал, и Вильям Баренса и его команда оказались в ведомую плену на северо-восточную часть Мороземли. Корабль был раздавлен льдами из-за дону, из-за досок, которые смогли спасти макросы, было построено зимовье и в течение 10 месяцев голландцы были вынуждены ждать потепления и возможности вернуться домой. Но в результате всего этого большая часть команды погибла. Сам Вильям Баренс заболел ценовой, и когда наступила все-таки это короткое двухмесячное лето, его погрузили в водку и хотели вернуть на родину, но в дороге он не был. Но один из латунцев ввел дневник, где подробно записывал все происходящее каждый день, и на основании этого написаны многие книги, снятые фильмы. В результате экспедиции были нами найдены обломки корабля Зарубышева, переставленные из права. На месте злоги были орудия быта, труда вопросов. Самая ценная находка это компаса, он у меня на Баренце. На этом месте сейчас восстановлено место зимовки и зимовья, и там что-то наподобие музея и исполнен мемориал в честь от ваги голландских моряков. Таманская археологическая экспедиция. Она проводится совместно с русским археологическим обществом, и первый ее заход был сделан в прошлом году, и заключается он в поиске древнего, затонувшего греческого города Каракадамма. По сведениям историков, город располагался по близости там небольшой речушки, впадающей в буря. Соответственно, область поиска сосредоточилась вокруг этой реки. Мы использовали свое самое современное оборудование. Здесь вы видите акустическую запись каралитического гидролокатора. Если вы посмотрите, то видите белую полоску. Это говорит о том, что у нас переходит одна сначала структурная идет, затем идет другая. Здесь объектов никаких нет. Другое дело. в том месте, где мы надеялись найти город, мы обнаружили вот такой карман. Видите, проседает в бурюк. Это говорит о том, что вероятнее всего здесь раньше проходила река и это ее условие. Следовательно, город нужно искать, исходя из тех соображений, что река проходила тысячи лет назад в другом русе. Но эта экспедиция не была неуспешной. Были найдены останки якорей, и прочих инструментов был найден разрушенный код. Фотографии, фотографии вы видите с права. На данном слайде изображен обнаруженный объект, как потом подтвердилась, это затонувшая лодка, частично погруженная в грунт. Эта лодка перевозила, как потом выяснилось, отшлифованные пластины каменного угля. В то время каменный угля использовался не для обогрева, а был дорогостоящий материал для облицовки богатых зданий. И отполированные, идеально гладкие плиты каменного угля были измельчены. Которые были подобраны рядом с этим судом. Вот здесь для сравнения я привела акустическое изображение разрушенного порта и зарисовки, которые были сделаны после погружения в это место аквалангуста. Вы можете видеть вот здесь разлитое петло, это вон, тоже лежат крипитаны. Да, на этом у меня все, но я бы хотела сказать главное. Я не археолог, я морской инженер. И гидроакустика это очень серьезная, важная наука, которая находит свое применение в таких отраслях, как военное дело, инженерное дело. А подводные археологические изыскания это романтическое приключение для нас, которое позволяет не только поднять со дна, вы можете поднять со дна исторические артефакты, но еще и послужить толчком для развития гидроакустики как новое. У меня все. Прихоняйте. АПЛОДИСМЕНТЫ